здравствуйте это программа бункер с и в студии ведущие александр юлин добрый вечер дорогие друзья тимур поздняк здравствуйте и я илья табуев мы продолжаем обсуждать новости минтрут намерен сократить список запрещенных для женщин профессий ведомство планирует допустить представительность прекрасного пола к некоторым работам ранее считавшимся вредными это связано с изменениями технологии современного производства например сейчас женщинам нельзя работать на железной дороге на таких должностях как машинист помощник машиниста составитель поездов аккумулятор щек чиновники уверены что женщины вполне могли бы управлять например с красными поездами сапсанами или ласточками вот так что минтрут решил что женщинам срочно нужно работать пара пара уже работа мужчины не вывозят какая женщина не считает стать аккумуляторщим но почему да сапсанами ласточками там нету парковки не надо парковать поезда поняла что рельсы закончились все женщина остановилась параллельной парковки никакой женской тоже профессии трамвай троллейбус ездит за ручку где надо держаться просто чтобы это такое значит они будет level up просто дайте управлял трамваем а сейчас на ласточки женщина которую стрелку переводил вот этой штукой то она же вообще намного и способна смешно что курочка на ласточке вы счастливый человек на ленинградском вокзале в москве бежите опаздывайте на сапсан пробегайте мимо первого вагона а там разворачивались с такой же скоростью этот поезд едет со скоростью 300 километров в час интересно как нашему минтруду вообще в голову приходят идеи это были какие-то жалобы от женщин что это очень хотим работать на железной дороге но нас не пускают или просто они сидели сидели думали да сколько можно пусть идут работать не думаешь может быть это мужики здесь уже все исчерпали себя потому что аккумулятор щек составитель поездок ну мужики-то черт пьющий народ суши мне кажется вот с женщинами там просто скучно будет в плане того что женщина они очень организованы ответственные не пьющий как вот я чего не коллектив ты не примет понимаешь ты представляешь говорят что женский коллектив это серпентарий ягоди на каком же трамвае как она не поеду это первый сапсан с ресничками на фарах и с вишневым чехлом на сиденье наш профсоюз требует переименовать как вы хотите чтобы в ауди тт посмотрим что из этого получится почему нет женщина они у нас в россии закупят рамки некий подарок минуту минтруда значит женщина на 8 марта мы хотите уважаемые уважаемое министерство труда наш поезд отправляется петербург вас везет иванова мария степана слушай я один раз был свидетелем такой истории кстати вот и напомнил мы сели в самолет все ну как обычно пристегнулись и идет значит командир корабля женский голос женский голос говорит здравствуйте дорогие друзья вас приветствует как командир корабля там не знаю екатерина петрова и люди начинают вот так вот кто-то затягивает дополнительный ремнинская кислородную маску туда на доверие понимаешь вот как тут ну просто они наверняка могут но просто никогда же это не делали по и главной вы такая красивая вы потрясающего здесь у вас такой парфюм все здоров женщина она же может психануть я слышал что сегодня это видела что сегодня летит на борту мой бывший удачи тебе встречу возможно нас будет трясти скорее всего хотя кого я обманываю во время того как будут под подаваться горячие напитки на тебе за одну шкурюс лицом и будет турбулентность меня два года трясло тебя три часа тебя будет удовольствие ну спасибо мин труду за идею в госдуме собираются вписать законодательство понятия сексуальных домогательств настоящее время в россии ответственность за них ничем не регламентируется женщины в случаях домогательств на работе молчат молчат в лучшем молчат в лучшем случае в лучшем случае увольняется сетуют депутаты свет и депутаты сетуют женщины увольняются нормально пока не известно как слуги народа будут описывать сам термин сексуальных домогательств например во многих странах запада запрещены сексуальные реплики пристальный взгляд непристойные жесты прикосновения можно лишиться работы даже за предложение помочь женщине нести тяжелую сумку вот так вот вот так вот потрогал женщину за сумку сел за снял до кенгуру за сумку сел на сумку уходи за рука вот такие дела нет но действительно вот как бы вписать это законодательство принять нужен нужен компетентный человек который как к этим занимался как как разобрать кто плавал то узнает сексуальные домогательства от флирта или вот попытки завести роман это же тоже такая очень тонкая конечно если вы подходите к сотрудничество работе сразу начинаете трогать за какие-то интересные места здесь можно писать заявление вдруг женщина устроилась государственную думу только для того чтобы испытать то чего пытается сейчас запретить вот может а вот фраза на мужа там пошла искать потому что а тут запретили конечно же это как это я что слушайте а как быть шоу-бизнесом а как быть с фразой вашей маме зять не нужен это вот у нас что полстраны сядет у нас же такая пикап школа вообще народная вы не ушиблись не ушиблись да и такой ангел упал с небес на землю да 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 вот эти все это это что считается это сколько суток она прям открывает приложение стукач и прям пик не нужно нужно писать что что считается так называем приставанием сексуальным домогательством джи непонятно действительно прикосновение ящик конкретной части тела какой какой да какой к как потому что вот подошел ты знаешь как не деловых переговорах ли ты здоровый тоже есть много бизнес-леди женщин которые развивать руководящие посты не подходят они по-серьезному жмут руки тогда все по-взрослому а ты так нет секундочку извините да а если вот это все это я считаю что в принципе инициатива нормально может быть но где обратная сторона где обратная сторона медали в плане того что женские домогательства то они как-то будут наказываться а здесь нет почему опять же это попытка завести семью потому что ни один мужчина еще не написал жалобу в полицию еще куда-то что его дома конечно ничего не происходит так потому что решение пиши потому что до этого закона нельзя было на этом зарабатывать засмеять тебя могли только с этим заявлением хуже всего до самое большое наказание что тело смеют просто мужики в гараже она меня потрогал за ягодицы обычно у нас еще и чё дальше я в суд на нее не у нас стране это это прям да вылет из гаража автоматически новость военно-юмористическая в сызране 3 16 летних парня пришли в военкомат с фальшивыми усами пацаны пояснили что решили стать похожими на взрослых мужчин по их словам военные прикол не раскусили так как военкомате в тот день не оказалось психолога вообще как он работал то кто открыл то военкомат в день когда нет психолога все юмора но там все пришел венкомат иди служи и разницу сами на любезга и так три человека пришло никогда не был усы это слова усы мы приклеили с помощью двойного скотча и это нисколько не мешает подносом раздражения нет это такая мода рассказали приколисты по их словам накладные усы были приобретены в магазине где продают атрибуты для различных прикол вот прикол был бы ребята если бы в этот же день сидели в поезде с израно магадан и накладными звездами я думаю что ребята засветились неплохо и теперь их персоны встанут на особый контроль я чего говорится психолог проходит два года им по 18 в день рождения в день рождения до с накладными усами алиэкспресс отправил тулику посылку на адрес забили до смерти цыгана это такой адрес друзья знаменитый тульский проспект знаменитый до тульский основная улица артерия так сказать это я почтальон печки принес посылку только я вам ее не отдам потому что у вас документов нету товар аксессуары для рыбалки долго не приходил мужчине и он решил поинтересоваться у продавца почему так долго нет заказа продавец ответил что выслал покупку во время но на всякий случай предложил перепроверить адрес россия вид тула забили до смерти цыгана правильно предположительно так адрес указан связи с неправильным многошагом многошаговым переводом с русского на английский затем на китайский опять на русский что там за блесна едет вообще из россии в англии из англии в китай из китая в тулу сложно даже предположить как этого когда улица называлась изначально зубчининовское шоссе постоянно переименовывают проспект имени ленина же не мог превратиться в забили до смерти цыган у нас самаре это зубчининовское шоссе явно но и трудности перевода с ними нужно бороться проверяйте внимательно друзья какой вы оставляете адрес это была программа бункер с и в студии были ведущие александр юдин всего доброго тимур поздняк до свидания и я илья табуев мы откроем все двери и